Сегодня на заседании Государственной Думы в третьем чтении будет обсуждаться резонансный законопроект о реновации жилья в городе Москве. Действительно проблема ветхого и аварийного жилья она свойственна не только Москве, но и всей Российской Федерации. Только по самым скромным подсчетам более 40 миллионов наших граждан живет в аварийном и ветхом жилье. За последние 20 лет количество ветхого жилья увеличилось в 3 раза, аварийного в 7 раз и решать эту проблему конечно же необходимо. Мы сегодня в третьем чтении поддержим этот законопроект. Он претерпел серьезные изменения за период обсуждения после внесения в Государственную Думу. Впервые за историю Государственной Думы здесь в зале пленарных заседаний мы вместе с жителями Москвы обсуждали проблему принятия этого законопроекта. Причем звучали самые разные точки зрения. Мы считаем, что при принятии закона во втором и третьем чтении удалось учесть большинство поправок, которые были внесены гражданами, нашими депутатами фракции КПРФ в Государственной Думе, в Московской Городской Думе и закон необходимо конечно начинать реализовывать. Но при реализации этого законопроекта конечно необходимо учесть несколько ключевых моментов. Первое. Мы считаем, что принятие такого законопроекта, а точнее общенациональной программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья, оно требует распространения на территорию всей Российской Федерации. И в период осенней сессии мы конечно должны внести в Государственную Думу такой законопроект. Второе. Мы должны в первую очередь обеспечить переселение граждан из реального аварийного жилья. Об этом говорили жители Москвы, которые выступали на наших парламентских слушаниях. Третье. Участие в этой программе и возможности выхода из программы должно быть добровольным. И депутатский корпус, депутатский корпус Государственной Думы, депутатский корпус Московской Городской Думы, органов местного управления Москвы должна обеспечить прозрачность этой системы, отсутствие возможного давления чиновников на граждан. Еще очень важный вопрос, который необходимо взять под депутатский и парламентский контроль, это развитие территорий, которые будут застраиваться новым жильем, качество жилья, создание инфраструктуры, зеленых насаждений, вопросы детских садов и школ. И самое главное, хотелось бы, чтобы реализация программы, которая, конечно, будет продолжаться многие годы, она реализовывалась совершенно храмотно и не получилось так, что на первом этапе граждане получат комфортабельное жилье, и это будет определенная картинка, а дальше будут испытываться проблемы, в том числе и вопросы, связанные с переселением граждан на территории промзон. Мы должны взять под жесткий депутатский контроль и распространить эту программу на территорию Российской Федерации. Еще очень важный закон, который сегодня также будет обсуждаться в Государственной Думе, но обсуждаться в первом чтении, это закон об участии, изменения, точнее, законодательства, об участии граждан в строительстве квартирных домов и другой недвижимости в целый ряд законодательных актов. Это фактически вопрос, связанный с защитой прав и интересов дольщиков, которые вкладывают средства в строительство жилых домов и которых обманутых по стране оказалось уже сотни тысяч. Правительство в исполнении поручений президента и госсовета, который состоялся в мае 2016 года и на котором выступал лидер нашей фракции Геннадий Андреевич Зюганов, предложивший реализовать такую программу, внесен в Государственную Думу. По законопроекту, который вызвался вчера серьезное обсуждение на заседании профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, он подразумевает создание фонда компенсации возможным будущим пострадавшим дольщикам. Мы считаем, что концептуально этот закон надо принимать и мы его также поддержим в первом чтении, но к нему, конечно, целый ряд серьезных замечаний, начиная от юридической правовой формы деятельности фонда, сумм компенсации, которые должны поступать в этот фонд, общественного и государственного контроля за деятельностью этого фонда. И самое главное, к сожалению, не вчера на заседании комитета мы не получили ответы на вопросы, а что государство будет делать с нынешними обманутыми дольщиками. Два месяца назад под эгидой фракции КПРФ в Государственной Думе нашей партии был проведен мощный форум с участием представителей 34 регионов Российской Федерации, представителей почти тысячи объектов, замороженных строительных объектов, а это порядка 120 тысяч граждан, а вместе с семьями это около полумиллиона человек, которые пострадали от недобросовестных строителей. Мы провели эти слушания и задаем вопрос, если в части будущих защиты граждан шаги сделаны, почему не выполняется вторая часть поручения президента о компенсациях и защите обманутых дольщиков на сегодняшний момент? Дата исполнения поручения 5 августа 2017 года мы надеемся при обсуждении сегодняшнего законопроекта четко получить механизм защиты нынешних обманутых дольщиков. Ну и по еще одному важному вопросу, вопросу закона о связи, слово предоставляется Александр Андреевич Ющенко. Сегодня будет внесен законопроект, будет рассматриваться о правом регулировании мессенджеров, так называемых средств коммуникации, средств передачи быстрых сообщений. Об этом много говорили, мы проводили слушания на расширенном заседании комитета с привлечением профессионального сообщества. Сразу скажу, что законопроект разработан профессионалами, это медико-мутационный союз. Прецедент, который дал повод распространять правоправную информацию о том, что мессенджеры не имели никакого правового статуса, через мессенджеры, которыми пользуются более 80 миллионов человек сегодня, распространяется в том числе и противоправная информация. В первую очередь задача комитета была при рассмотрении этого закона сделать без пользования для обычных пользователей абсолютно безопасным и конфиденциальным. В этом законе определяется само понятие мессенджеров, определяется, что в первую очередь пользователи должны быть идентифицированы, и основное это органы государственной власти в сфере надзора средств массовой информации должны иметь возможность регулировать возможность появления противоправной информации. Поэтому этот закон сегодня будет рассматриваться, фракция КПРФ поддерживает этот закон, вчера на фракции обсуждались, фракция КПРФ поддерживает этот законопроект.